Ребят, всем привет всех с наступившим 24-м годом! И я 1 января решил сделать небольшое путешествие, а именно поехать в горы, на Красную Поляну. Вот уже выдвинулся, заправлен полный бак. Ну, так скажем, небольшой влог. Не знаю, будет это кому-нибудь интересно, нет. Но, в общем, покажу вам сегодняшнюю свою поездку. Всем приятного просмотра, ребят! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, это мы проезжаем туннель. Точное название его не знаю, но примечателен он тем, что при въезде может быть температура, например, 11 градусов, как сейчас. А при выезде уже может быть 5 или 6 градусов, поэтому надо быть очень осторожным, когда ездишь на автомобиле средней резины на Красную Поляну. Потому что может быть ситуация, что температура будет пониже и при выезде из данного тоннеля будет ноль или вообще минусовая. А как видите, повороты очень крутые, поэтому надо быть предельно внимательным. Так, ну вот, ребят, как можете видеть, в туннель заезжали было 11, выехали 7,5. В Новый год на Красной Поляне тепло. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Увижу ли я там снег или все потаяло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Ребят, ну вот я из лета попал уже в зиму. Реально интересный контраст. Буквально за полчаса езды можно оказаться как будто совсем в другом климатическом поясе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На Красной Поляне снега не было. Но я забрался чуть-чуть выше в горы. Просто посмотрите, какая здесь неописуемая красота. И вот буквально за час езды от Сочи до Красной Поляны. Ну, точнее, ну, точнее, ну, точнее, ну, точнее, чуть выше от Красной Поляны. Ну, наверное, все-таки это можно считать тоже Красной Поляной. Там Поляна, Роза Хуто, Реста Садок. Для меня это все просто Красная Поляна. И как бы, ребят, красота вообще неописуемая. Ну, то есть из тепла попали вот в зиму с таким крутым видом. Если вам формат таких роликов интересен, то пишите в комменты. Здесь, в Сочи, в принципе, еще можно много куда съездить. Пишите только в комменты, дайте понять, что вам это действительно интересно. Вот, ну, а мое путешествие, да, подошло к концу. Сейчас уже буду возвращаться назад. Еще, кстати, интересный момент. Соли на машине много. Говорит о том, что здесь посыпают. Так что сейчас обязательно нужно будет заехать на мойку, все это убрать. Также я хочу поздравить всех с наступившим 24-м годом. Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий. Если каких-то целей в 23-м не достигли, обязательно их достигайте в 24-м. Ставьте себе новые цели, их тоже достигайте. Пусть в ваших семьях будет порядок, добро, мирного неба всем над головой, чтобы все здоровы были. Ну, в общем, как-то так, на такой прекрасной ноте давайте и закончим этот ролик. Все, ребят, спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры создавал DimaTorzok